Приветик, друзья! Это видео будет полезно тем, кто пользуется техникой Apple, то есть тем, у кого MacBook. Дело в том, что я сама несколько раз уже сталкивалась с тем, что такие файлы, как RAR, то есть архив, в котором помещено несколько файлов, либо один файл, который вам каким-то чудом достался, в виде такого архива, который выглядит .rar, и, скорее всего, вы столкнулись с тем, что автоматически эта папка, этот архив у вас на Apple не открывается. Я несколько раз сталкивалась с этой ситуацией и, в принципе, знаю, как с ней быстро справиться, но решила сейчас почему-то записать это видео для тех, кто, возможно, сталкивается с этой проблемой впервые. Что делать, если RAR не открывается? Во-первых, самое простое, что нужно сделать, это зайти в Google, а Google, как вы знаете, знает все, и написать, как открыть RAR на Apple. Именно так я обычно делаю и пользуюсь тем сайтом, который мне предлагает Google. То, что нам с вами нужно сделать, это преобразовать архив RAR в архив zip. То есть, в принципе, это же можно и написать в запросе к Google. Здесь вам дается инструкция, что нужно сделать, и то, что я сейчас использовала, я вам сейчас и покажу. Это вот первый сайт, который открылся, я на него зашла и благополучно преобразовала свой архив. Открываем в новой вкладке. Здесь видно тот файл, который я только что преобразовывала. Но мы начнем все сначала. Итак, вы указываете, что вам нужно загрузить файл с компьютера. Выбираете место, где расположен ваш файл. Вот мой файл, который мне нужно было преобразовать. Вы видите, у него расширение RAR. Нажимаем открыть. И этот файл у нас сейчас загружается на сайт. Здесь видно, что идет подготовка. Файл уже подготовлен. И все, что вам нужно сделать дальше, это нажать на кнопочку преобразовать. Процесс запущен, идет конвертация. После этого, когда конвертация завершена, вы нажимаете кнопку скачать. Единственное, что на этом именно сайте я увидела, что файл должен быть не больше 100 мегабайт. Ну, в общем-то, мне как раз это и подошло. Нажимаем кнопку скачать. Сохранить. Здесь мы видим, что идет процесс загрузки. На этом сайте абсолютно все бесплатно. Никаких смс подтверждений, никаких платных покупок. Покупок и так дальше. Вот у нас загрузка завершена. Мы заходим в свою папку загрузку. И видим, что вот сейчас как раз у меня этот файл. Раньше он был RAR. Мы его загружали. Теперь он скачался под расширением zip. Теперь мы его с легкостью можем открыть на Apple технике. Вот расшифровка произошла. И мы с легкостью теперь можем посмотреть те файлы, которые у нас были спрятаны именно в этом архиве. Вот так легко и просто. Каждая блондинка, либо каждый новичок, который только недавно начал пользоваться техникой Apple, может пользоваться архивами, которые даже сохранены в RAR расширении. И получать без труда, пользоваться той информацией, которую до этого не получалось открыть. Спасибо большое за внимание. Надеюсь новичкам это видео было полезно. Если оно вам было полезно, поставьте пожалуйста лайк. Подписывайтесь на канал. И до встречи в следующих полезных видео. До встречи в следующих видео.